Добрый день! Хочу вам рассказать о моего прадеда, дедушке моей матери Ягыша Оксеновича Матавусяна, ветерана Великой Отечественной Войны. Представляю вам газету, в котором коротко рассказывается о его боевых действиях. Осенью 1944 года Оксен и Марьян Матавусяны провожали в поле боя своего старшего сына Ягыша. Хоть в это время войны приближались к концу, а фашисты продолжали сопротивляться безнадежно, наши войска все и больше и больше приближались к воротам фашисток Берлину. Вместе со своими украинскими товарищами 18-летний юнош участвовал в боях в освобождении Польши, Чехословакии и Восточной Пруссии. В первых же боях упали боевые товарищи, и молодой Ягыш клялся остаться в живых и отомстить фашистам за своих друзей. Потом, когда уже был близок, в тот день, когда захватить стал Берлин, он, не забывая свою клятву, сражался изо всех сил, чтобы души погибших друзей упокоились с миром. Наградился разными медалями, и от Украины в том числе к 60-летнему юбилею Великой Отечественной войны. И с каждым годом все больше и больше наград и медалей за отданное. Потом, как рассказывает мама, он жил долго и счастливо. Имел четырех детей, двенадцать внуков, шесть девочек и шесть мальчиков. Он всегда гордился этим. В этой фотографии мой дядя-брат моей матери, который с малых лет знал, кто свой дед, и каждый год провел, провожал деду в праздничный парад. А на этом фото свадьбы моих родителей. По рассказам мамы, это последний танец с дедушкой. Когда она вместе со мной поехала в Альмению, ему уже не стало. Слава нашим ветеранам, благодаря которым наши родители жили под синим небом.